Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день, воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла к Коринфянам, глава 1 стихи с 21 до конца главы, глава 2, 1, 4 стиха. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое я писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Дорогие братья и сестры, сегодня, в воскресный день, Церковь предлагает нам отрывок из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, глава 1 стихи с 21 до конца главы, и глава 2, 1, 4 стиха. Здесь апостол Павел говорит о своей любви к Коринфянам. И действительно, целью жизни апостола Павла это было служение Христу и реализация его Евангелия в жизни, в практике. Богословие апостола Павла никогда не было отвлеченным. Оно всегда было актуальным, насущным и практичным. Оно решало всегда какую-то реальную проблему. Это не было умствование отвлеченного философа, который пишет свои трактаты в стол. Нет, это было решение реальных проблем, исходя из реального живого опыта встречи со Христом и его апостольской харизмы, его апостольского дара. В конце сегодняшнего отрывка он пишет «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Действительно, любовь, отцовская любовь, всегда сопряжена с неким переживанием за человека или за людей, которых ты любишь. И это переживание выливается всегда в заботу. Но порой бывают такие ситуации, когда мы воспитываем детей, они идут дорогой, которая причинит им боль и страдания. И ребенок не понимает этого. В силу разных причин. В разный возраст эта причина может быть разной. Когда-то он совсем маленький, он еще просто не понимает, что такое горячий утюг, что такое быстро текущая река, в которую лучше не заходить без взрослых и так далее. Он много чего не понимает и не знает всех опасностей этого мира. Поэтому ему нужен верный проводник, который проведет его в мир этих опасностей. Потому что, когда мы вырастаем, река не перестает течь быстрее. Она все так же быстро течет. И утюг все такой же горячий. Но у человека, прошедшего опытным путем, которого провели сквозь все эти тернии внешнего мира, у него есть понимание, что такое безопасность и как нужно сохранять и оберегать свою жизнь. Также и в духовном мире апостол Павел являлся тем самым проводником в мир Евангелия Христова, в мир той свободы, которую принес Спаситель. Но в этом мире всегда нужно иметь некого проводника, который укажет все опасности на этом пути. Они не прекратят свое существование, они сохранятся и останутся до второго пришествия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Но опыт борьбы с этими опасностями мы должны иметь, и мы должны его воспринимать от прошедших этим путем. И вот апостол Павел вынужден был огорчить коринфян, вынужден был резко отдернуть их с того пути, на который они встали, сами не зная, что он ведет к погибели. И вот та резкость, та, быть может, какая-то грубость и строгость, которую прибегнул апостол Павел, она в какой-то степени огорчила коринфян. Но, как мы знаем, апостол пишет в одном из своих посланий, что есть огорчение, печаль по Боге к спасению, а есть печаль о мире, о грехе, который ведет к смерти. И вот эта печаль после вот такого огорчения от апостола Павла, она была к спасению, была бы печаль по Боге. И апостол говорит, что в начале сегодняшнего отрывка «утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Коринфяне приняли этот залог благодати Святого Духа. Они встали на этот путь спасения, путь спасительный, который возглавил Спаситель наш Господь Иисус Христос, взойдя на Голгофский крест. И как знамя, как орудие нашего спасения, он несет этот крест. Он его поднял на свои плечи и на нем распял грехи всего мира. И действие этого примиряющего события, этой примиряющей жертвы, оно не закончено. Оно продолжается сейчас. И мы все становимся с вами соучастниками этой искупительной жертвы через веру и покаяние. Поэтому апостол говорит, что нас помазал всех Бог и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. В нас есть силы идти правильно этим духовным путем. Но всегда нужно ориентироваться на верных поводырей, верных, опытных людей, которые получили этот опыт пребывания в Царстве Небесном и готовы передать его нам. Бога призывая вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я до сели не приходил в Каринф. Апостол пишет, что он не хотел прийти в Каринф, чтобы не обрушиться с еще большим праведным гневом на Каринфян. И Бог этому свидетелен. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы поспешистуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Они, апостолы, и в частности апостол Павел, он является первым, кто желает, чтобы у Каринфян все было согласно Евангелию Христову. Чтобы радость духовная преисполнила их. И он знает, что верою тверды Каринфяне. И он так рассудился в самом себе не приходить к ним опять с огорчением, потому что он тоже хочет радоваться совместно с Каринфянами. Но кто принесет ему радость, как не те, которых он в свою очередь огорчил? Если он сейчас придет, то это огорчение усилится, и он вновь может прийти с огорчением еще большим. Поэтому он не хочет пока приходить. И это писал он, дабы придя не иметь огорчения о тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Вот этот внутренний обмен радостью, да, то есть внутренняя связь между общиной и пастырем, между общиной и апостолом, она поражает действительно, потому что для апостола очень важна вот эта связь. Радуется община, радуется и апостол. Скорбит община, скорбит и апостол. И вот такая связь должна быть со всеми нами, внутри церкви. Потому что скорбит ли, страдает ли один член нашего тела, то скорбит и страдает все тело. Болит у нас зуб, страдает все тело. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам нужно стремиться к внутреннему тесному единению внутри церкви, чтобы любовь Христова была между нами. И поэтому, конечно, внешне узнает, что мы есть Его, Господни ученики. Поэтому в сегодняшний воскресный день спросимся все вокруг чаши Христовой, вокруг Христовой Евангелия, будем стремиться жить заповедями Христовыми, исполняя их, служа друг другу в духе кротости, веры и любви. Поэтому вот этим плотным духовным фундаментом скрепим наше единство и будем едиными устами, единим сердцем прославлять небесного Бога Отца и восхвалять Его во все дни своей жизни. Поэтому будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok